Продолжение следует... Но вроде как быстро расту, чувствую, что нарастают умения каждый день. А, вот как. Он архитектор по образованию, а фактически он программистом работает. Я не ожидал, то есть как-то вот так. Итак, вопрос. Образование у меня компьютерного нет. И вот я думаю серьезно, уже несколько месяцев об учебе. Хорошая мысль, 26 лет, чего же. Но поможет ли мне диплом? Он стоит денег, так как я учиться там не буду. Работы не даст ходить на пары просто. Поэтому понимаю, что буду платить за экзамены и за все прочее. Диплом нужен только для корочки. Вы спросите, с какой целью тогда? И я действительно хочу спросить. Отвечаю. Чтоб со временем на H1B подаваться. Но я понимаю, что для этого нужно быть сверхспециалистом, чтобы меня перетянуть захотели по H1B. А я не такой. И стану ли синьером, тоже не знаю. И когда это будет, даже представить сложно. А вот учился бы не для корочки, правда? Ну и как, уже глядишь, ближе к цели. У нас в Украине, это второй момент, официально работать невозможно, даже в приличных компаниях. То есть, мой опыт подтвердить не смогу никак. Что с этим делать? Есть страшное желание учиться работать, развиваться. Хочу эмигрировать еще сильнее. Сейчас я стараюсь как-то понять и отсеять те варианты, которые мне не подойдут. И сконцентрироваться на тех, которые выведут меня на более прямой путь эмиграции. В какую сторону смотреть? Михаил, смотрю почти все ваши сюжеты. Извиняюсь, если такой вопрос был ранее. Спасибо большое. С нетерпением буду ждать видеоответ. Ведь это для меня, это меня делает очень счастливым. Заранее очень благодарен. О, как, вопросик. Ну, давайте, чего же я поеду пока. Так, давайте перевернем на дорогу. Значит, фактически выбор, который на самом деле перед ним стоит. То есть, мы считаем, цель у него эмиграция. Все понятно. Значит, выбор, который перед ним стоит, таков. Эмиграция профессиональная, то есть, достаточно трудозатратный и продолжительный путь, на котором он должен получить диплом, фактически купить липовый, да? Значит, он должен дойти до уровня синьера. Он дойдет до уровня синьера, ничего страшного. Ну, там, сколько-то времени-то у него займет. Он должен найти работодателя, который захочет ему сделать эту H1B. Должна быть квота на эту H1B и так далее. Это может занять, бог его знает, сколько времени. Ну, я думаю, что даже не пять лет. А, так может быть, семь, восемь, десять. Такого плана. За эти семь, восемь, десять лет он может жениться, у него дети появятся, там, еще что-то. То есть, может здорово у него жизнь измениться. И система ценностей тоже, так сказать, приоритетов. И второй путь, который перед ним открыт, точно так же. Это путь такого быстрого, непрофессионального решения. То есть, он говорит, я там приезжаю по турвизе и остаюсь там, вот, и получаю, там, не знаю, политическое убежище. Альтернативно это может быть женитьба. Альтернативно это может быть, там, скажем, получение образования, там, с последующими какими-то выходами тоже, там, либо в женитьбу, либо в рабочую визу, либо там, еще во что-то. Ну, то есть, вот мы весь этот ворох, там, путей каких-то, из которых политическое убежище является наиболее быстрым и радикальным. Ну, вот, разве только не женитьба. Вот, что еще, может быть, лучше. Так вот, вот он должен определиться между профессиональной и любой другой эмиграцией. Значит, если профессиональная, там, 7-8-10 лет, у него это, по идее, должно занять, если все будет вот так, как оно сейчас происходит. Если это будет как-то по-другому, то мы можем сказать, что это будет намного быстрее раз, ему не нужно получать липовый диплом-2. Ну, как бы сказать, с точки зрения эмиграции, он не навешивает какие-то гирьки себе на ноги, а просто едет и эмигрирует. Вот, поэтому, фактически, я сейчас пытаюсь еще раз посмотреть. Вопрос-то он как задал? Он говорит, вопрос такой, да, у него, да, у него же еще и подтвердить опыта невозможно. Представляете, вот он приходит там в посольство и говорит, я вот там работал, у меня там 5 лет опыта, у меня то-се, а у него опыта нет. В трудовой ничего не написано. Ему придется не только диплом липовый, ему еще придется трудовую где-нибудь прикупить, там ему там нарисуют художники народные промыслы. Значит, стараюсь как-то понять и отсеять те варианты, которые мне не подойдут и сконцентрироваться на тех, которые выведут меня на более прямой путь эмиграции. Ну, более прямой путь у него, это не профессиональная эмиграция. Конечно, профессиональная эмиграция, это путь не просто кривой, в том смысле, что он продолжительный, затратный и так далее. Он еще абсолютно мошеннический у него, такой, но уже просто клейма оставить негде, знаете. Поэтому я бы так вот сказал, на мой, так сказать, непросвещенный взгляд, значит, ты живешь в стране, которая находится там в состоянии войны, в которой помимо войны внешней есть какие-то внутренние проблемы тоже, да, там конфликтные и так далее. Поэтому, а чего бы тебе вот на этом не, так сказать, не сыграть и не получить свою политику и не выдумывать там сложных путей. Но опять, это мое такое чисто вот внешнее и бытовое такое видение. Вот я как человек с бытовым таким видением, я бы так и сказал. Знаете, я вспомнил хохмочку одну. Значит, у меня студент один был, он был женат на женщине, лет на 20 его моложе. И ему было лет там 68, он уже на пенсию вышел, по возрасту все. А жена, соответственно, там 48 лет женщина, цветущая, работает вовсю там все дела. И там он не отработал полную пенсию нормальную, а он как бы мог, он мог бы получать social security вот эту вот такую а-ля пенсию, где, ну, когда ты не заработал настоящую. Но тут получалась такая история, для того, чтобы получать social security пенсию, надо быть бедным. А он не был бедным, потому что у него жена работала. И он пришел к нам в школу, и он вот хотел там учиться, и что-то такое, в общем, 40 бочек арестантов. Значит, и вот там была женщина одесская, и она его там слушала, эту его историю тоже, ну, там, сколько она сидела на кухне, у нас и так вот он эту историю свою рассказывал. И женщина ему говорит, какие, говорит, проблемы жуткие бывают у людей, они себе создают такие проблемы, и он говорит, а что делать? Она ему говорит, да развелись бы уже давно, сказала она ему, и жили бы, как все нормальные люди. То есть, в такой ситуации очень часто люди разводились, он на себя там получал свою пенсию, она, значит, получала свою зарплату, никто никому не мешал, что в некотором смысле является, безусловно, каким-то жульничеством мелким. Но я просто, вот эта фраза, и жили бы, как все нормальные люди. Я потом с ним отдельно на эту тему, он говорит, он боялся, что если он с ней разведется, то она кого-нибудь еще себе найдет, потому что женщина эффектная, молодая, туда-сюда, и как бы вот это, ну, он на самом деле боялся это делать. Он предпочитал пойти, куда-то учиться уже, там, и профессию менять, там, еще что-то. Удивительный такой был случай. Но возвращаемся вот к нашему молодому человеку, пусть уже пойдет, как все нормальные люди, получат политику и не создает себе проблем на ровном месте. Счастливо, друзья!